Начну с игры «Ним», потому что у неё очень простые правила, но у неё совершенно удивительный, довольно сложный ответ. Значит, сначала простой вариант игры «Ним». Представьте себе, что у вас имеется, скажем, шесть кружочков здесь и, например, четыре здесь. Разрешено за один ход из какого хочешь столбца убрать сколько хочешь кружочков. Хочешь один, хочешь два, хочешь все шесть. Здесь то же самое, одного, четырёх, любое количество. Но из двух столбцов сразу брать нельзя. Кто взял последний, ну давайте не брать, а просто тряпкой стирать, тот выникнул. Значит, обычно это рассказывают так. Есть две кучи. В одной куче шесть конфет, в другой четыре. За один ход можно взять конфеты, можно брать конфеты только из одной кучи. Кто взял последнюю конфету, выиграл. За первую, отлично, соответственно, вы второй. Так, делайте ход. Единственный, ребят, постарайтесь догадаться с собой не загораживать доступ. Пожалуйста, можно же ставить сбоку, правда? Да, и делать ход. Сколько убираешься, из какой выключи? Отлично. Убрал три штуки. Убрал две. Убрал три. И на самом деле выиграл этим ходом. Так. Итак, отлично. Значит, победитель остается, проигравший уходит. Нет, 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 остается. Я возвращаюсь сюда. Шесть. Четыре. Играем. Вент, пожалуйста, из гаража не загорелись. Здравствуйте. Здравствуйте. Заметьте, он освоил забавную вещь. Понял, что если осталась один-один ситуация, то это здорово. Так, проигравший уходит. Победитель остается. Так, давай. Сегодняшние игры, математические, это значит, что в этих играх есть самый лучший способ игры. Так, они не догадались. Так, два кружочка и два кружочка. Так, никто еще не догадался. Давайте так, больше не играем. Больше не играем. Я только даю слово тем, кто решит эту задачу. Кто сформулирует выигрышное правило. Насчет четкости, это неправильно, да? Надо, чтобы осталась где-то одна конфета, один кружочек. Тоже не то. Я думаю, что нужно второе дело делать так, чтобы осталось... То есть выигрывать всегда в таком... Нет, точно, в кар... Ну, смотря, кто первый начинал. Так, не то. Да? Я думаю, что в этом стало... Это было количество... Вот это гораздо лучше, бегом. Давайте сделаем так. Я сейчас с вами буду играть, а вы не просто делаете ход, а поясняете, почему именно так. Значит, за кого? За первое или за второе хотите? За первое. Отлично. Делаете свой первый ход. Хотя вы в ней сформулировали с места разумное правило, но сейчас я сумею именно вашим правилом воспользоваться и выиграть. Смотрите, что произошло. Я оставлю вам по две конфеты в каждом столбике и все. Делайте переход. Конечно. Все понимают, что я сейчас делаю? Я возьму вот эту и дальше вам остается взять любую и, пожалуйста. И что произойдет? Я выигрываю последний двойной ход. Может быть, вы все-таки сможете правильно сказать, что надо было делать? Убрать два, совершенно верно. Так давайте же это и сделаем. Убрать два. Нет, секунды под. Теперь же я делаю. Я должен выбрать одну из двух кучек. Заметьте, пожалуйста, выбирай и не выбирай. А это, в общем, как в нашей стране всегда, да? Одно и другое. Выбираю. Дальше. Конечно. Смотрите. Я нарушил равенство, а он взял и восстановил. Я сейчас опять нарушу равенство. Что он сделает? Опять восстановит, да. Я опять нарушу. Все, все. Я проиграл. Первому игроку нужно оставить в обоих столбиках равное, четное количество. Нет, четное здесь ни при чем. Это вы просто любите красивые слова. Вы знаете, что есть такое замечательное слово четное? И говорите его обязательно. Когда равное, лучше быть вторым. Когда не равное количество, лучше быть верным. Когда столбики равные, например, пять или пять, то выгодно будет вторым. Почему? Потому что первый нарушает, а второй восстанавливает. Молодец. То есть, если у нас в двух столбиках по равну, то есть простая выигрышная стратегия. Восстанавливать равенство. Отлично. А если не по равну? Если, например, по одной будет восемь, а группой пять, тогда в чем состоит в третий выигрышной? Помнять столбики на свой верх. Отлично. Вот вам тряпка. Покажите, как это делается. Восемь и пять. Какой выигрывающий ход? На самом деле, какие три убирают, что-то не важно. Погли снизу управлять, погли сверху. Абсолютно не важно. Важно, что стало порву. Все поняли? Да. Теперь я делаю ход, например, такой. Как вы мне отвечаете? Отлично. Ну и дальше все понятно. Спасибо. Сейчас я рассмотрю чуть-чуть другую игру, но только на первый взгляд. И мы поймем, что на самом деле это рука. Это то же самое, только сказанное другими словами. Значит, господа, имеется шахматная доска и фигура, которая каждым своим ходом движется или налево, или вниз. При этом двигаться по диагонали она не имеет права. Как только она попадает вот на эту клетку в левый нижний угол, так, вот я должен был сначала нарисовать и уже потом открывать эту самую клетку, то тот, кто это сделал, считается победителем. То есть, кто сделал последний ход, тот выиграл. Требуется понять, кто выигрывает при каких начальных положениях. Ну, например, пусть в самом начале у нас здесь расположена наша фишка. Как вы считаете, первому или второму лучше играть в такую игру? То есть, давайте я покажу, как вообще можно играть. Первый делает ход, например, сюда. Второй делает ход, например, сюда. Первый делает ход, например, сюда. Второй делает ход. Первый делает ход. Второй делает ход, и второй выиграл. Ну, это не значит, что они у меня разумно играли, но я показал просто пример. Итак, кто знает, кому лучше играть? Первому или второму? Пожалуйста. Второму. Вы готовы за второго сыграть? И выиграть? Да. Вы мне будете говорить, куда ходить, а я буду рисовать фишку. Итак, кто у нас за первым? Вы у нас за первым. Показывайте пальцем, куда идти. Замечательно. Отойдите, чтобы доску не загораживать. Итак, фишка переехала сюда. Ваш код? Сюда. Ваш код? Сюда. Ваш. Сюда. Интересно. Они как-то будут так долго идти? Пожалуйста, пожалуйста. Куда-сюда? Точно покажите. Фишка оказалась здесь. Я стираю. Дальше. Сюда. Вот. Это была его первая ошибка. Пожалуйста. Молодец. Сюда. И дальше. Что происходит у нас? Я с вас выживаю, а вот сюда. Так. Все. Вы сходили сюда, и он единственный ход. Спасибо советчику. А можно я исправлю его? А что? Исправить не надо. Уже сыграли и сыграли. А вот сформулировать выигрышные правила нужно. Какая выигрышная стратегия? Надо двигать фишку на диагональ. Молодец. Надо двигать фишку на диагональ. Давайте я просто отмечу точками эту самую диагональ и объясню, почему это действительно разумная стратегия. Смотрите, ребята. Если первый игрок делает ход, то он попадает на одну из вот этих клеток. С любой такой клетки можно спуститься или вернуться на диагональ. Соответственно, ну я не знаю, куда. Например, вот сюда вот прошел, а второй игрок вернут сюда. Дальше. Первый игрок, например, идет сюда, а второй его возвращает сюда. Первый игрок, например, идет сюда, а второй его опять возвращает на диагональ. Правило очень простое. Возвращать на диагональ. Отлично. Я должен вам объяснить, что такое координаты на доске и как связана игра в кружочке, вот эти вот конфеты, которые у нас были, с тем, что я только что вам объяснил. Итак, давайте договоримся, что вот это у нас конфеты, ну я не знаю, какие конфеты вы любите, а? Красная шапочка. Красная шапочка. Замечательно. Надеюсь, никого не обещал. Красная шапочка. Один. Вот. И пусть они у нас лежат здесь. Вдоль доски выложим семь конфет красная шапочка. А это будут какие? Книжка косолады. Книжка косолады. Книжка косолады. Книжка косолады. Тоже хорошо. Против книжки я тоже не могу возражать. Замечательные конфеты. Бабонки. Все, 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 поздно. Поздно. Хотя нам сегодня еще один вид конфет понадобится, но пока нет. Я теперь рассказываю, в чем у нас состоит ход. Когда фишка идет раз, два, три, на три поля вниз, то это соответствует тому, что съедаем три конфеты. Вот смотрите. Если я здесь убираю три штуки, то это в точности соответствует тому, что я здесь убираю три штуки. Это соответствует вот такому ходу. После этого второй игрок делает такой ход. Это значит, здесь убираем три и здесь тоже самое убираем три. Попали сюда. Теперь. Первый игрок убирает одну. Первый игрок убирает одну. Второй тоже убирает одну. Заметьте. Наши игроки здесь играют. И здесь параллельно играют. И видно, что на самом деле это и на этаже играют. Просто сколько конфет не возьми. Ну, единственное, если конфет будет больше семи, то тогда доска понадобится не восемь на восемь, а какая большая. Но возьмете листочек бумаги в клеточку, можно еще больше нет, когда листочек склеите. В общем, проблема не в этом. Мысль, надеюсь, уже понятна, да? Игра с конфетами в точности соответствует игре с этой доской. А вот сейчас представьте себе, что кучек не две, а три. Значит, итак, я это все стираю. И теперь у меня три кучки камней. В одной из них, например, шесть штук. В другой тоже шесть. И в третий шесть. Это будет называться игра ним шесть 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 шесть. Дальше. Бывает игра ним шесть четыре шесть. Что это такое? Вот такая ситуация. Еще давайте одну ситуацию я вам подложу. Игра ним пять один один. А сколько игроков играет? Играют два человека по-прежнему. И по-прежнему за один ход можно взять только из одной кучки. Ребята, я сейчас не разрешу вам просто так играть. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому как к математической задаче. То есть, вышли вы и сказали, я готов играть за первого игрока и у любого выиграть. Или, я готов играть за второго игрока. Ну, для каждой игры, конечно, свое место. И у любого выиграть. Вперед, вперед. Сначала выйдите до стола. Так, нет, а уже быстрее. Так, какую из этих трех игр вы решили? Эту. Итак, вы за какого игрока хотите? За первого. За первого. За первого. Тогда ягра. Ваш ход. Абсолютно верно. У меня, действительно, теперь никаких шансов. Потому что я... Если вот это все встретим, нам будет выбирать из этих пунктов. Ну, тут выбирай, не выбирай. Все равно надо одну из них убрать. Да, одну из них убирать. Ну, давайте, я вынужден вам проиграть. Значит, я убираю это. И вы выигрываете. Замечательно. Разобрались. Значит, в такой ситуации выигрывает кто? Первый. Первый игрок. Отлично. А с этим вы разбрались? С этим еще нет. С этим еще нет. Хорошо. Давайте. Я за первого игрока от 20-20. Тогда делайте ход. Так. Вы делаете такой ход. А, да. А я уже понял. Дело в том, что это же получилась фактически игра, когда две кучки. Да. И причем в них пора. Поняли? Да. Вот. Я сейчас, конечно, я честный, я проиграю. Ну, если он будет хорошо играть. Да, да, да. Куда же денешься? Я вот здесь вот этим беру. Смотрите. Он возвращает всю ситуацию к тому, что в кучках... Ну да. Нет. Пожалуйста. Мы уже решили задачу. Мы уже решили задачу. Выяснилось, что здесь тоже побеждает первый. Причем делает он это следующим образом. Приводит задачу к случаю двух одинаковых кучек. Так. Вы решили, да? Вы хотите поиграть или решили? Это ваша задача. Решил. Пожалуйста. 666. В чем решение? Нет. Нет. Можно стереть любую из этих трех кучек. Вот и давай. Можно стереть любую из этих трех кучек. Можно стереть любую из этих трех кучек. Совершенно верно. Спасибо. 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 Итак, три игры. Три игры. И все время получилось, что при разумной стратегии первой выеховой. Ну, разумеется, вовсе не всегда так будет. Давайте посмотрим какую-нибудь другую из ситуаций. Например, так. Представьте себе, что у нас три кучки, в которых, соответственно, один, два, мы говорили в вертикальной трех кучки. И три. Ребята, пожалуйста, поиграйте друг с другом и поймите, собственно, кто в этой игре, кому лучше, кому лучше. Да. Выигрывает всегда второе при разумной стратегии. Почему? Потому что тут не две равные и одна другая. Нет. Нет. Это непонятно. Ваша версия. Выигрывает второе игрок. Нет. Давайте так. Вы готовы у меня выиграть? Да. Пожалуйста, проходите. Значит, итак, я сейчас буду играть за первого игрока. И у меня обязательно выиграют. Замечательно. Давайте я буду размышлять. Если, внимание, заметьте, решать математическую игровую задачу, это не значит, что я сейчас беру тряпку и сразу стираю. Нет. Я сейчас, смотрите, что было говорится. я могу или взять отсюда один, или отсюда два, или отсюда один, или отсюда два, или отсюда три. Все эти шесть вариантов своего поведения я сейчас и предъявлю. Итак, скажите, пожалуйста, если я уберу эту конфету, то что сделаете вы? Я выберу тряпку. И станет поровну и вы выберете. Очень хорошо. Если я убираю вот эту одну, все три, все три. И останется две кучки по одной. Дальше я делаю одну, уберите одну. Хорошо. Если я беру две эти, две, очень хорошо. Сами эти три варианта уже разобрали. Если я беру вот эту одну, замечательно. Если я беру эти две, есть я беру эти три, молодец, спасибо. Все садится. Конечно, задача начинает. Ребята, обратите внимание, мы так ни одного кружочка не стерли. Но мы полностью решили задачу. На любой мой первый ход я получил обезоруживающий ответ. Согласны? Согласны. Замечательно. Так вот, я не уверен, что мы успеем взять шинзы, хотя надеюсь, но точно, что мы сегодня успеем полностью разобрать. Я сейчас расскажу вам полную теорию, которая позволит не с такими простыми ситуациями, как только что у меня были, не с такими простыми ситуациями. А всегда, при, внимание, любом количестве камней, если честно, и даже при любом количестве камней, я научу вас выигрывать в игру в нем. Если это конечно можно. или же вы скажете, что ситуация проигрышная, и тогда надо делать вот какой балл. Для того, чтобы это сделать, такая красивая возможность. Ребята, сейчас, кстати, это очень важно, что сейчас у нас доска хорошая. Очень важно, потому что иначе было бы гораздо хуже. Сейчас каждый из вас рисует шахтную доску, но не одну. иначе. Значит, итак, здесь надо написать число ноль и сказать, что эта же доска показывает ситуацию, когда в третьей кучке ноль камней. Теперь внимание, что у меня тут. В третьей кучке ноль камней. А сколько камней в первой, сколько во второй? Ответ очень простой. В первой кучке от нуля до семи. И эти числа тоже надо проставить. Значит, внизу пишите числа. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И здесь по вертикали. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Так вот, ребята, это мы нарисовали одну доску из восьми необходимых на сегодняшнем занятии. Я понимаю, что, к сожалению, времени нам придется на это довольно много затратить, но зато будет разобрана довольно серьезная, большая тема. Итак, игра, игра ним проще всего объясняется, если мы с вами... Только, слушайте, может быть, сейчас кто-нибудь скажет, что да нет, я и так догадаюсь. Для таких вопросов. Представьте себе, что в одной кучке пять камен, в другой кучке, например, три камня, в третьей кучке один камень. Выиграет второй. Выиграет второй камень. А если первый убирает полностью третью кучку, он убирает два камня из первой, и получается... А если не убирает полностью... Так, давайте-ка мы сделаем сейчас так. Велосование. Господа, я сейчас, когда нарисую все эти доски, выясню, кто на самом деле правил. Давайте я сюда заведу. Итак, в третьей кучке один камешек. Теперь надо проставить числа от нуля до семи. Ну и здесь, естественно, по вертикали тоже. Так, но только прежде чем уж действительно нарисовать подряд доски, 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 давайте я объясню, какие буквы мы с вами проставим в этих таблицах и что они будут означать. Буквы будут у нас П и В. Буква П на этой доске будет стоять по диагонали и означать очень простую штуку. Если в двух кучках поровнут конфет, то... Да, в третьей кучки конфет вообще нет. То есть на самом деле у нас две кучки. ТО ПРОИГРЫВАЕТ НАЧИНАЮЩИЙ. Ребята, понятно, что когда играют два человека, то один выигрывает, другой проигрывает. Да? Тут игра, в которой не бывает, чтобы оба победили. Поэтому мы давайте на все смотреть с точки зрения начинающего. С точки зрения того человека, который сейчас делает ход. Я сейчас, естественно, прохожу, ставлю буквы В. Это, конечно, немножко утомительно. Но, тем не менее, вы помните, что первый игрок у нас действительно военел. Правило было очень простое. Вести соперника на диагональ. С любой не диагональной клетки можно сделать ход на диагональную клетку. Поэтому здесь очень понятная, очень простая ситуация. Проигрышные – это когда в двух кучках поровну. Выигрышные – это когда не поровну. Тогда мы просто из большей кучки убираем несколько конфет, чтобы конфет в кучках стало поровну. Так, все. Одну восьмую часть работы я сделал. Это ровно одна восьмая часть работы. Теперь я расчерчиваю доску, заполнирую и так далее. Кто думает, что может, пожалуйста, постарайтесь меня опередить. Значит, кто готов руководить мной при заполнении вот этой таблицы? Значит, в третьей кучке один камень. Давайте посмотрим на эту позицию. Есть одна кучка, в которой ноль камней, другая, в которой ноль камней, а в третьей один камень. Как вы считаете, первый или второй выиграет? Первый. Первый. Каким способом он выиграет? Он просто возьмет один камень. Просто возьмет один камень. Вот давайте вы и пойдете мной руководить. Значит, итак, вы мне приказываете… У меня есть красный нел для написания буквы «В» и белый нел для написания буквы «В». «В» и «В». Что писать в эту клетку? Первый. Какую букву «В» или «В»? «В» 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 ошиблись, сранитесь. Кто все-таки понял, что такое буквы «В» и «В»? «В» и «В» «П» и «В» 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 Когда вышел к доске, тот же самый человек говорил неправильно. Что? Выиграл. 0-0-1, выиграл первый. Выиграл первый. Значит, какую букву писать? В. В. Замечательно, пишу букву В. Неужели никто не догадается тебе еще хотя бы одну клеточку здесь заколоть? 1-1-1, В. Не-не-не, уже вперед. Да, В. Нет, то, что, В. Одну клеточку писать? В. В. Господа, это правильный ответ. Давайте я объясню, почему. Это клеточка соответствует тому, что у нас две кучи. В. Соответственно, 1-1 и 0. Поняли? В. Да, отлично. Сюда букву В. А сюда что писать? В. Тоже В. Из некоторой позиции, если из некоторой позиции можно попасть в позицию, помеченную буквой П, то сама эта позиция какая? Неправда. Выигрыш. Правда. Рассказываю. Вот представьте себе, что я с кем-то играю. Если я могу сделать ход, после которого ему станет очень плохо. Вы понимаете, что это здорово? Для меня. Когда я играю. Правильно, да? Когда играют два человека, они пытаются один другого победить. То есть, если я могу сделать ход, то мой противник попадает в эту ситуацию, он проиграет. Значит, я наоборот выиграл. Согласны? Это простое правило. Так вот, пойдемте, пожалуйста, сюда. И покажите мне позиции, из которых можно сделать ход на эти две красные буквы П. Покажите. Откуда это? Да, отсюда. Абсолютно верно. Отсюда можно сделать, между прочим, можно пойти на небо на одну клетку, можно пойти вниз, но в любом случае попадешь на П и, соответственно, противник проиграет, а ты сам выиграешь. Так, а еще? И здесь, да. Просто не надо бежать сюда, а надо на одну штучку дать. А еще? А еще? Молодец. Ну, только непонятно, чем вам этих клеток привянулось больше, чем это. Ошибка. Ошибка. Господа, у нас же из кучки можно взять, сколько хочешь. Поэтому, любое из этих полей, на самом деле, обладает тем свойством, что можно сделать ход на эту буквы П. Так же, как и нижние поля. Вы, покажите. Все поля, из которых можно сделать ход на показанное буквы П. Да, это то есть первый буквы П. Да, еще? Так, все, давайте я это покажу. Ну, а на самом деле, это еще есть. Кроме тех, что мы сейчас показываем, есть еще. Совершенно верно. Посмотрите, ребята, у нас будет очень простое правило. У нас очень простое правило. Да, 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 да. Совершенно верно. А вот теперь настало время для еще одного правила. Вот здесь есть четкое правило. Если из некоторой позиции можно попасть в проигрышную, то эта позиция сама по себе выигрышная. И вот, ребята, кроме этого правила, есть не менее важное второе правило. Если из некоторой позиции можно попасть в П, то... Нет, не то, а вы. Внимание. Нельзя. Ну, вообще, смотрите, любое действие либо можно сделать, либо нельзя, да? Вот если можно... Если нельзя попасть в П, то сама эта позиция проигрышная. Совершенно верно. Почему? Ну, если все позиции, из которых можно попасть в П, выигрышные, то, соответственно, все из которых нельзя, проигрышные. Ребята, смысл очень простой. Что значит нельзя попасть в П? Это значит, что как ни ходи, а все равно попадаешь в выигрышную позицию. Только выиграет при этом противник. Если можно сделать ход в проигрышную позицию, значит, мы выиграем. Если никак нельзя сделать ход в проигрышную позицию, это значит, что, к сожалению, выигрывает при любой нашей игре и при правиле своей второй игрок. Так, договорились? Договорились. Так, пока вы переписываете, я пока буду нарисовать толстый шаг. И мне все равно понадобится еще много. После этого надо будет догадаться до некоторого общего закона. Здесь такая замечательная пословица, да? Глаза боятся, а руки делают. То есть, смотрите, казалось бы, очень много, да? А когда кто-то стал действительно рисовать, выяснилось, что все это не так уж и страшно. Если можно попасть в П, то сама она В. Если из некоторых позиций нельзя попасть в П, то сама она тоже В. Отлично. Значит, ребят, сейчас я беру позицию, помеченную буквой П. Конкретно эту позицию. 0,0. Когда у нас во всех трех кучках вообще нет конфет. 0,0,0. Скажите, из каких клеток можно попасть в эту позицию? Покажите мне просто. Отсюда, еще, откуда. Еще. Понятно, видите, не поняли. Пожалуйста. Из каких позиций можно? Отсюда, еще, отсюда, отсюда, отсюда. Да, молодец. А еще? Еще. Так, отлично. А еще? Ребята, у нас три кучки. Эти три кучки равноправны. Пожалуйста, догадайтесь, из каких еще клеток можно попасть в эту. Попасть в эту клетку, это значит сделать, чтобы во всех трех кучках вообще не было конфет. Еще такие клетки. Нет, неправда. Смотрите, если у нас в одной куче, скажем, одна конфета, а в другой шесть, вот эта. Как вы за один год сюда попадете. Вы можете взять конфеты только из одной кучки. И это уже показали. Вот эту горизонтальную строку нам уже показали. И этот столбец показали. А еще есть клетка. Это. А вы понимаете, что это за клеточка? Вот эта клетка соответствует тому, что в одной куче семь, в другой семь, а в третьей один. Как из ситуации семь, семь, один попасть в ситуацию ноль, ноль, ноль? А никак. Ребята, я вижу, что некоторые из вас загустили. Я думаю, что некоторые просто не поняли, что же это вообще за дополнительный ресурс. Я сейчас буду просто случайно выбирать клетку, А вы мне скажете, сколько у нас конфет, в каких кучах? Так, ну, естественно, что здесь у нас три, четыре, пять, это третий, значит, шесть и семь. Значит, итак, я показываю вот эту клеточку. Скажите, пожалуйста, сколько камней, ну, не камней, а конфет. Конфет. Сколько камней, да, есть в первой кучке? Что эта клетка вообще показывает? Сколько конфет, нет, не пять. Три. Три. Сколько конфет во второй кучке? Пять. Пять. Сколько конфет в третьей кучке? Четыре. Отлично. Пойдем сюда. Сколько конфет в первой кучке? Во второй. Четыре. Третьей. Пять. Замечательно. Сколько конфет в первой кучке? Одни. Одна. Во второй. Пять. В третьей. Одна. Так, ну все, я считаю, что вы поняли. Давайте еще кого-нибудь. Первый сколько? Пять. Во второй. Три. Третьей. Три. Замечательно. Привет. У нас была вот эта ситуация. Пять. Три. Три. Помните? Покажите мне, пожалуйста, эту ситуацию на доске. Клеточку. Просто пальцем. Не надо мелом пальцем вытяните. Пять. Три. 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 Значит, надо смотреть на этой доске. Там и здесь написано. Пять. Значит, абсцисса. Вот эти числа называются абсциссы. Это называют ординаты. Да? Вот эта первая координата называется абсцисса. Я боюсь, что это слово еще некоторые не знают. Давайте я его напишу. А-б-с-ци-с-са. Абсцисса. Вот это горизонтально. А вот это называется как ордината. И вы все спрашиваете, вы все будете. Отлично. Так вот. Повторяю вопрос. Теперь, когда уже вы поняли, что здесь что показано. Повторяю вопрос. Для вот этой клеточки. Для клетки 0,0,0. Покажите все клетки. Из которых за один ход можно попасть в эту клетку. Сюда можно будет в двух раз. В эту клетку можно попасть откуда? Я понимаю. Это называется, что я себе сам всегда могу дозвониться. Это, конечно, правда, но не без этого. Повторяю. Са-один ход в нашей игре. Игра с тремя кучками конфет. Ход состоит в том, что мы берем сколько хочешь, но только из одной кучки. Покажите все. Да? Да, еще. Нет, не верно. Смотрите. Чтобы попасть отсюда сюда, нужно из двух кучек сразу взять по одной конфете. Все, нет, не только эти. Так, эти все, безусловно. Эти все, безусловно. А еще. Вы забываете о равноправии трех кучек. Это не верно. Смотрите. Смотрите. Вот показывали, показали сюда. Что это такое? 2, 0, 1. Как из ситуации 2, 0, 1, когда у вас в одной кучке две конфеты, в другой нет, а в третьей одна. Как за один ход попасть? А вот это правильно. А еще? Молодец. А еще? Наконец-то сообразим. Ребята, смотрите. Что это такое? Все отлично. Что это такое? Ситуация 0, 0, 2. Так возьми из третьей кучки две конфеты. И все будет сделано. Согласны? Это ситуации, когда у нас в первых двух кучках ничего нет, а в третьей, вот в данной точке, в 7, в 3, в 6 и так далее. В любом случае, за один ход мы можем целиком взять эту самую третью кучку. И поэтому я прохожу и везде здесь пишу букву В. И вы делаете то же самое. Это в соответствии с правилами. Если из какой-то позиции можно сделать ход в пройкошную, то сама по себе позиция является выигрышной. А сейчас мне нужен человек, который покажет, из каких позиций можно попасть сюда. А потом из каких позиций можно попасть сюда и так далее. Найдется такой спецчак. Значит, и так, быстро, пожалуйста, покажите. Вот сюда, откуда можно попасть сюда. Отлично, 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 дальше. Так, замечательно. Хорошо. А может быть вы едете позиции знаете? Откуда можно попасть в нее? Отсюда, отсюда. А также? Отсюда, 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 отсюда. Отлично. Вот. Нет, не убегайте. Скажите, пожалуйста, какие будут буквы вот здесь? В. Молодец. Следующий вопрос. А какие будут буквы здесь? Тоже бы, на всей диагонали. А в чем выигрышный ход? Что надо сделать? Вот, например, ситуация 6-6-2. Какое мы делаем? Совершенно верно. И будет поровну. А когда поровну, а в третьей кучке 0, то это вот такая история. Правильно? Господа, мы сейчас делаем очень... Все, спасибо. Мы сейчас делаем очень важное дело. Мы сейчас на основании вот этих красных букв В8 штук в каждой из оставшихся таблиц должны всю диагональ сделать В. Конечно, это время не произойдет у нас, но мы с вами надеемся понять. быстро проходите, у себя в тетради, везде, на всех диагоналях советую использовать два цвета. Один для букв В, другой для букв В. Тогда картинка получится более симпатична у вас. Значит, 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 на диагоналях проходите и пишите везде ВВ. В, вот здесь вот везде ВВВ. Так, замечательно. Замечательно. Теперь мы с вами возвращаемся к этой, например, ситуации, когда в третьей кучке одна конфета. И я хочу, чтобы вы мне сказали, какая буква будет здесь. ВВВ. Какая? Я не слышу. Взять в ней, потому что мы воспользуемся вторым правилом. Если из какой-то клетки нельзя попасть в клетку, по-прочему, в букву В... А вообще, отсюда куда можно попасть? Можно попасть сюда, на одну из этих трех. Можно попасть сюда. А еще куда? Взять в ней. А клетка куда можно попасть из этой? Из ситуации 3, 2, 1. А не можно попасть в 3, 2, 0. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот еще такая ситуация. Понятно? Вот из этой клетки можно попасть сюда. Но она тоже В. Поэтому я беру и пишу здесь букву В. Вторая кучка. Так, а сейчас очень важно, что... Как только возникла буква В, так сразу нужно проставить довольно большое количество букв В. Пожалуйста, покажите мне... Или вы прямо... Покажите мне... Здесь, здесь. Да, а также... Здесь, здесь. Замечательно. Замечательно. Все, все, все. Все. Разобрались в ситуации. Значит, итак, из этих полей можно пойти на букву В. Из этих можно пойти на букву В. Отлично. Отсюда можно попасть по этому здесь В. Так. И отсюда можно попасть по этому В. Так, а также... Покажите вот на этой доске... Вообще вот... Так. Конечно. Что это вверх? Это будут какие буквы? В. Так, можно я пройду сразу до конца? Я пройду сразу до конца, ставя везде фунт ВВ. Так. В тетради успеваем делать. В тетради успеваем это все делать. Так, хорошо. Дальше. Покажите мне, пожалуйста, еще. Вот благодаря этим двум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Куда надо писать их в В? Совершенно верно. Совершенно верно. В, а еще? Молодец. Ребята, а вы видите, что есть какая-то система? Такие вот квадратики, да? Да. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, покажите мне на вот этой вот доске еще куда писать МФУП. Правильно. Вы абсолютно правы. МФУП. И еще есть там МФУП. Ну нет, это потом. Сначала давайте В что-то проставим. Сюда что писать? МФУП. 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 Мы с вами молодцы. Мы на самом деле уверенно идем к решению задачи. Вот, спасибо, садись. Между прочим, я могу сказать, что, может быть, это не самый быстрый способ рассказывать о книге, но он в точности соответствует тому, как я сам в детстве это решил. Я очень хорошо помню, как, ну, я тогда был проще поставщик, чем вы, но тем не менее, как я в некоторой книжке нашел задачу. Ну, она ей была как-то с проблемой диагога для этих чисел. И понял, что с конкретными числами ее решить довольно трудно, но давайте я проанализирую полностью ситуацию. Взял, нарисовал вот эти вот восемь досок, и я просто помню, как я, будучи школьником, что, назовете, заполнил и понял. Поэтому я уверен, что сейчас тот из вас, кто не просто смотрит на доску или там на экран, да, если кто в интернет смотрит, а сам сделает, то такой человек, безусловно, поймет. Потому что это еще не так сложно. И красота здесь действительно есть. Вот эти. Благодаря вот этим вот буквам П надо ставить сюда буквы В, а благодаря этим буквам П надо ставить сюда буквы В. И у нас возникают такие симпатичные квадраты 2 на 2, состоящие из букв В. Давайте пройдем везде. И у меня уже некоторый прогресс произошел. Так, отлично. Кто скажет, что это за ситуация? Это В. 2, 2, 0. Что это за ситуация? В смысле, 2, 2, 0. Да. Во второй 2, в третьей 2. И почему же это П? Кто объяснил? Да. Может быть, мы взяли сразу кустолбик, просто вычислить все. На самом деле у нас было правило. Когда есть две кучки, в которых конфет поровну, то выигрывает второй. Отлично. Я сюда пишу букву В. Я сюда пишу букву В. А мы пишем В и В относительно первого игрока? Конечно. Конечно. И прошу вас показать мне, куда теперь писать букву В. Показать благодаря этим двум буквам В, где надо обязательно написать букву В. Так, это правильно. Еще. Тоже правильно. Еще. Покажите то, что я не понимаю. Тут это правильно. Потому что отсюда можно пойти сюда, а отсюда сюда. То есть действительно буквы В. А еще. А еще. Молодец. С любого из этих полей можно пойти вниз на В. Так. А еще. Правильно. Что мы еще делаем? Из-за чего возьмите вот эти вот буквы? Вспоминайте. На остальных. На остальных таблицах. Вам правильно подсказывают? На остальных таблицах. Вот у нас ситуация. 0, 2, 2. Да. Это ситуация пройкошная. А есть еще позиции, из которых можно сюда... Конечно, а еще одно другое. Да, молодец. И пройтись, мы их доказали. Конечно, вы абсолютно правы. Здесь надо пройтись и везде... Нет, вы не уходите. Усполнять и исполнять. Я сейчас прохожу здесь везде и пишу в ВВ. Так, а вы, пожалуйста, там найдите мне, тебе место, куда я должен написать букву П. Правило такое. Если из некоторой позиции можно пойти только на выигрышное... Есть здесь место, откуда можно пойти только на выигрышное. Быстрее, быстрее. Так, показывайте. Не надо что рисовать. Покажите пальцем. Есть П. Правильно. Потому что с него можно пойти только вот сюда или сюда, да? А это все выигрышное. Ну и, Александр, здесь все ВВ. Отлично. Значит, я сюда пишу... Я пишу сюда букву П. А еще куда? Нет, не то. Еще какая клетка очевидна с буквой П? Ах, не задался. Нет, не надо мелко... Покажите быстрее рукой. Так, и собой не сгораживайте, чтобы все увидели. Так, почему эта клетка опроводка очевидна? Потому что... Вообще-то она симметрична. Той, которую мы только что заполнили. Разве нет? Нет. Симметрична. Как, симметрична? Ну, подумайте, что это такое, ребята. Это 1, 3, 2. А что это такое? Это 3, 1, 2. Какая вам разница? 1, 3. Или 3, 1. Здесь, конечно, буква П. Так, сейчас... Ну, давайте, наверное, уже пора доверить вам кусок мелок. Также если на момент впервые доверяется написать букву В. В, пожалуйста, пишите. Интересно. В, В, О, нет, вы рукой писать не умеете. Ужас. Вертикальная палочка. После этого две штуки. Ребята, сегодняшний, что называется, день тишины в голосовании, да? Однако, что называется, делает свои группы, да? Вот в каком вы классе? В четвертом классе. А писать букву не умеет человек. И вовсе не потому, что он звук, а потому, что не учил. Да, отлично. Проходим, и вы мне везде показываете. Покажите, пожалуйста, куда мне писать букву В. Благодаря вот этим. Вышку? Совершенно верно. Совершенно верно. Дальше. Так. Дальше упасть. Совершенно верно. Очень хорошо. Так, возвращаемся. Покажите на этой таблице место, куда обязательно надо написать букву. И скажите, какую. Покажите на этой таблице место, куда обязательно надо написать букву В. Не можно, а нужно написать букву В. Не можно, а нужно написать букву В. П. П, молодцы. Оба одновременно сообразили. Значит, действительно, сюда нужно написать букву В. В, а значит, куда надо писать Вшки. Сюда. Нет, не сюда, неправда. Сюда. Сюда. Потому что можно сделать вот. Сюда, потому что вниз. И сюда. Так, все, давайте высадитесь. А вы мне нет, а вы мне покажите на следующих таблицах. А, кстати, может, еще догадаетесь, что листать сразу? П, конечно. Конечно, П. Потому что... Ребята, а сейчас уже время смотреть сюда и увидеть, что есть какая-то система в этой расстановке букв П и В. Есть что-то разумное. Понимаете? Они не просто случайно раскиданы по доске, а есть какая-то красота. Правда? Значит, итак, проходим, и вы мне говорите, куда, очевидно, надо писать туда. Совершенно верно. Сюда надо писать В. Сюда В дальше. И дальше везде надо сделать ровно так. Правда? Так, буквы В я написал. Дальше. Отлично. Так. Отлично. Задитесь. Замечательно. Замечательно. Кто пойдет ставить буквы В, когда в третьей кучке три конфеты? Уже можно легко догадаться, как, повторяю, в третьей кучке три конфеты. Сообразите, где в соответствующей таблице стоят буквы В, а где там стоят буквы В. Замечательно. Замечательно. Конечно. А еще? На самом деле порядок такой. Надо ставить сюда В, потому что из нее можно пойти только сюда, или в соответствующие места, вот эти, а здесь везде В, да? Вот. Значит, сюда ставим В, точно так же сюда, сюда и сюда ставим В. После этого. После этого, естественно, вот это все будет В, потому что оттуда вот это будет все В, извините, я должен потратить некоторое время, проставить, да? В, извините, В, В, да? Да, 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 да. Так, вы стали, теперь успейте, пожалуйста, все это делать. Так, и здесь что? Здесь В. И здесь В. Отлично. Отлично. Так, ребята, а возьми я убежал, давайте возвращаемся, ваша работа еще не выполнена. Объясняю, в чём дело. Мы с вами полностью разобрались с третьей, но вы мне не показали, куда же мы садим ВВ. Нет, не то. Ищите, с каких позиций можно попасть сюда? Отлично, молодец. Здесь ставлю буквы В. Обратите внимание, осталось совсем чуть-чуть. Можете мне здесь указать место, куда написали буквы В? Не то. Завейте, что происходит, ребята. Здесь находится довольно много людей. Мы потратили уже больше часа. Мы потратили уже больше часа. При этом многие так и не поняли смысл вот этих всего лишь двух предложений. И не сам ты знал. То есть, записать в тетради же записали. Но ничего не будет. Так ладно. В математике, в отличие от большинства других школьных предметов, слова имеют смысл. Математика – это не наука, а послушание. Да? Это не закон Божий. Тебе сказали, и ты слушаешь. Это совсем другое. Математика имеет смысл. Это наука. Понимаете? Это наука. В математике слова надо понимать буквально. Пожалуйста, прочитайте еще раз и еще раз задумайтесь. Если из некоторой позиции можно попасть в проигрышную, то это позиция выигрышная. Мы до некоторого места, заметьте, мы уже больше половины работы сделали, дошли из. Можете ли вы следующее несколько клеточек без меня заполнить? Кто не побоится выйти и сказать, объяснить, что вот там-то должна быть такая-то группа. Вряд ли всего два. Либо группа П, либо группа В. Хочу, чтобы тот, кто еще нервов не был достойный. Сделайте это за моим усилием. Подумайте. Кто пойдет, пока, где, что описать. Давайте. Букву П, да. Букву какую? П. П или вы не слышите? П. П. От слова проигрыш. Да, сюда. Почему? Потому что с этого поля можно сходить. Покажите, куда? Неверно. Вверх ходить нельзя. И вправо ходить тоже нельзя. Нет. Нет? Садитесь. Ходите. Покажите поля, на которые можно попасть вот с этого поля. Заметьте. Да? Больше чем поля часа уже прошло, а человек так и не понял, в каких направлениях уходит. Да? Потрясающе. Покажите. Да что? Тоже неверно. Это неверно. Покажите. Ходить можно влево, вниз или так, а еще не то. Ребята, что это за ситуация? Это ситуация, когда в первой кучке 4, во второй кучке сколько? Нет, 4. 0. В третьей кучке? 4. 4. Итак, это ситуация 4, 0, 4. Скажите, куда можно попасть из этой буквы? Да? Куда? Быстрее. Покажите все поля, на которые можно попасть из этой буквы? Это можно попасть сюда. Потому что поменять местами первую и вторую кучку. Правильно? Замечательно. Теперь покажите все поля, с которых можно попасть на это. И я на них напишу В. Отсюда, 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 отсюда. Хорошо. Написал сюда В. А еще? Отсюда, отсюда. Правильно. А еще? Неверно. На это поле. Я забыл, что когда эти буквы у меня стояли, надо было не только здесь написать, но надо было здесь везде, в диагонали. Простите меня, пожалуйста, я это забыл, сейчас я исправлюсь. И здесь то же самое. Благодаря вот этим буквам В. Я в одном месте написал, а дальше почему-то про диагонали забыл. Потому что, смотрите, вот скажем, с этого поля, убрав одну конфету из третьей кучки, можно попасть на это. А убрав две конфеты, можно попасть на это. Соответственно, мы уберем две конфеты и попадем в проигрышную ситуацию. То есть наш противник при нашей празднике проиграет, а мы выиграем. Значит, и смотрите, какая получается забавная ситуация. Здесь получились сплошные такие квадраты размером 4 на 4. Согласны? Да. Вот, замечательно. Здесь получились такие сплошные квадраты. Так, что? Мы забыли, я же еще на седьмом. Не буду, спасибо. Я здесь забыл? Да. Спасибо, что поправили меня. Спасибо. Так, мне нужен герой, который продолжит заполнение вот этой таблицы. Сюда, букву В, это вы правы. Потому что, действительно, отсюда можно попасть или сюда, или сюда, или сюда, или там, да? Ну, там уже... Вы должны заполнить В как... Да, да, да. Надо еще заполнить В, вверх от нее. В, вправо от нее. Ну, а, ребята, секунду-секунду, посмотрите, пожалуйста. Есть еще простая вещь. Для этой буквы есть поля, с которых можно на нее попасть, или нет? Покажите, пожалуйста, с каких полей можно попасть на это? А, фантастика. Фантастика, а? Фантастика. Он тоже не понял правила игры. Он тоже не понял правила игры. Вы настолько привыкли в школе ничего не слушать, настолько привыкли в принципе игнорировать любую информацию. Это чудовищная вещь, на самом деле чудовищная вещь, что вы приобретаете в школе, да? Что когда вам говорят что-то, то у вас все это идет по линии ерунды. Если вам что-то говорят, значит, это надо их дарить. Повторяю, брат, смотрите. Видно, что вы не поняли правила. Значит, повторяю. Есть три кучки камней. Последние полтора часа это говорю. Надо это услышать. За один ход можно взять из любой кучки, любое ненулевое количество. Требуется узнать, кто выиграет при правильной игре, если выигравшим считается взявший последний камень или там последнюю конфету. Теперь мы для того, чтобы не писать все время числа через апритуру, показываем на доске при помощи клеточек. То есть, например, вот эта ситуация. Это когда в первой кучке две конфеты, во второй четыре, а в третьей шесть. Надо теперь понять, из каких ситуаций можно получить это. Из ситуации 0,5,4. Если вы из второй кучки одну уберете, получаете ситуацию 0,4,4. Согласен. Значит, пишите сюда В. Так, дальше. Пишем. Пишем таблицу. Так. Правильно, да. Все клетки расположены выше или правее. А также. Так. И еще одна. В. Отлично. Теперь берете красный мел и находите поле, с которого можно пойти только на буквы В. И симметричная. Да, она уже стоит. Отлично. Берете белый мел и только сильнее нажимаете, проходите, везде ставите В. Успеваете тратик это сделать. Отлично. Да. И, да, здесь проходим. В. Да, молодец. В. Так. Так. Ну, нет, не до конца. Есть еще вот это. Самая правая. А. Замечательно. Так. Ну, все, спасибо. Я считаю, что вы все поняли. Берете красный мел и красный. И ищите поле, с которого можно попасть только на буквы В. Молодец. Конечно, это В. И симметричное поле относительно диагонали. Да, вот здесь. Так. Отлично. Теперь берем белый мел и ставим буквы В. Так, ну, я понимаю, может, немножко не хватает. Да, давайте. Да, да, здесь есть. Так. Здесь надо что писать? Тоже В. Тоже В. Отлично. Дальше. Покажи. Так. Да. Да. Теперь давайте. Значит, я здесь должен вас... Ой. Да, здесь В. Здесь В. И то же самое видео. Правда? Так. Отлично. Ребята, заметьте. Мы в листик победе. В листик, да, плести к победе. Да, давай. Значит, еще здесь что? В. Да, да, да. Пишем. В. Обратите внимание, мы уже сделали пять восьмых работы. Так, здесь, правда? Здесь везде В шли. Здесь везде В. Так, вы садитесь. Кто еще ни разу не был у доски, пожалуйста, готов вам предоставить удовольствие. Вы не были еще? Давайте. Значит, там, где в третьей кучке пять штук. Ищем полис, которого можно попасть в только пять. Вот прям, где стоит нет. Здесь шесть. В третьей кучке шесть. В третьей кучке, конечно, это вот здесь написано. Здесь в третьей кучке шесть штук. Здесь в третьей кучке семь. Вот это, когда в третьей кучке пять штук. Найдите здесь место для ВВП. Нет, не здесь. Да. Молодец. Нет, 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 секунду. А еще. Да. Вот здесь В. Да, пишу, пишу. В. И тут рядочек тоже В. Отлично. Берем белый мелкий. И проставляем здесь, здесь, здесь и здесь. Здесь где положено нет. Немаленький. Рисуйся в вертикальную палочку. Да, тупо вы пишете. Замечательно. Да. Замечательно. Ну, кроме ВВП, между прочим, мы забыли. Потому что можно же пойти вниз, стоя в вертикальную палочку. Правильно? Нет, это ошибка. Мы косо идти не можем. Сейчас все получится. Осталось чуть-чуть. Да. Ну, дальше у вас остальных не хватает. Поэтому давайте, да. Давайте дальше я. Спасибо. Значит, конечно, надо здесь поставить из-за вот этих ходов. Здесь надо поставить из-за ходов налево. Так. Замечательно. Теперь, что я делаю? Из-за вот этих букв В я сюда пишу В. Из-за вот этих букв В я сюда пишу В. Заметьте, ситуация очень скоро завершится нашей победой. Значит, кто пойдет, покажет последние буквы. Нет, давайте. Да. Там, где в третьей кучке пять конфет, у нас остались незаполненные четыре клетки. Что надо туда написать? Да, молодец. Совершенно верно. Да. Это все места для букв В. Теперь покажите мне, чему это будет соответствовать здесь. Здесь В. Нет, не то. Смотри, надо брать вот это, как... И можно сдвигать на тудовские ходы, где соответствующие поля. Покажите мне. Вот поля соответствующие буквы. Совершенно верно. Это будут обязательно буквы В, не говорите на той насте. Совершенно верно, да. Так, и теперь, пожалуйста, соответствующего буквы В. Да. Совершенно правильно. Правильно. Так, может быть, вы заодно тогда мне покажете здесь еще где ставим буквы В. Здесь не можно, а нужно. Мы здесь должны поставить буквы В. Еще где-то должны поставить буквы В на этой доске. Правильно. Еще. Еще есть два места, где, безусловно, надо. Так, ну давайте, в принципе. Нет, не здесь. Дело в том, что отсюда можно пойти сюда. Ну, вернее, если честно, если честно, здесь действительно будут В, но это пока еще не вполне очевидно. А здесь есть места, где очевидно, что должна быть В. Правильно. Действительно, вот здесь очевидно. И в симметричной греции тоже очевидно. А когда мы вот эти четыре поставили, то, смотрите, правее ставится В, выше ставится В, правее ставится В, выше ставится В. Понимаете, так? Так, правее, выше, правее. И выше тоже надо поставить буквы В. И вот теперь уже, покажите мне, куда ставят В. Правильно, конечно. Обратите внимание, на каждой из досок у нас в точности восемь штук в В. Так, теперь, над ними там В шты. Покажите, куда я их, да, хватит, подожди. Да, вот сюда, сюда, совершенно верно. Здесь В. Здесь В. Да, да, да. А на остальные места, что писать? В. Заметьте, очень симпатично в последней таблице. Б, Б, Б. Ровно наоборот, как в таблице для нуля. Да. Я в третьем. Все, спасибо, что это здесь. Ну что ж, мы с вами заполнили целиком все восемь таблицев. Так что вы хотите? Посмотрите. Ходите, я не хочу, когда вы там машете руками. Есть ли рука? Например, здесь В вот так вот выстрелили. Да. А на сеть войне наоборот. Вот так вот. Да. Здесь выстрелились вот так, вот так, а на шестой они в другую сторону выстрелились. Да. Здесь они выстрелились вот в такой вот позиции. Да. А на пятой они выстрелились в другую сторону. Замечательно. А как все это сформулировать одним правилом? С другой. Я объясняю вам. Значит, сейчас, если нам дадут любую игру миг, в которой три кучки, и при этом не больше, чем семь конфет в каждой кучке, то мы, безусловно, выигрываем. Например, давайте вернемся к нашему начальному примеру. 5-3-1. Помните, где было 5-3-1? Так. 5-3-1 вот здесь. Это выигрышная позиция. Заметьте, куда надо идти. Надо идти в ситуацию 2-3-1. Вот, посмотрите. Наши таблицы приводят к следующему. Из 5-3-1 оказывается, надо идти в ситуацию 2-3-1. Согласитесь, что это не вполне было очевидным начало. Сейчас началось самое интересное. Я сформулирую вам сейчас, ну, естественно, это не я, я объясню вам, как это догадывается. Ответ. Собственно говоря, правило, по которому решается наша задача. Оказывается, что для того, чтобы полностью разобраться с игрой в ним, надо знать двоичную систему счисления. У нас довольно часто на занятиях встречаются двоичные системы счисления совершенно не случайно. Дело в том, что вообще для всей математики это очень важная штука, это очень важный прием записывать числа не при помощи десятичных, а при помощи двоичной системы. Значит, сейчас я напомню, как записываются числа в двоичной системе. Итак, вот это десятичная запись. Так, диктуйте мне, вы понимаете, диктуйте, как в двоичной. Ноль как записывается в двоичной? Ноль. Единица? Двойка? Один-ноль. Тройка? Один-один. Четверка? Один-один. Пятерка? Шесть? Семь? Один-один. 11 11 так вот ребята я сейчас должен вам выдать что-то чувств нет вы сядьте пожалуйста из мотива в т.е. я сейчас должен объяснить я зря начали писал здесь числа в десятичной системе числе оказывается гораздо лучше гораздо понятнее было бы ситуация если бы я выписывал все пользуясь только двоичной системы числе сейчас я это все сделаю и так готовлю себе доступ и эти мои страшные ужасные все 8 таблиц я сейчас коротенько изображу следующим образом в двоичной системе я выпишу внимание двоичная система двоичная система записи я выпишу все проигрышные позиции при этом я буду писать числа не просто через запятую а некоторым специальным образом пожалуйста ровно так же как я цифра по цифре все я буду проходить сейчас по доске показывать пальцем на клетку на клетку но я зарплатил на клетку так мы не будем так дальше 2 2 2 2 2 2 2 0 это 3 записывается так успеваем 1 1 1 1 1 0 мне потребуется много позиций поэтому давайте я себе расчерчу такую табличку боюсь что мне даже больше понадобится но посмотрим это дальше 4 вот так пишется 5 пишется вот так я потом сотру когда все уже а пока и дальше сюда смотрите что такое 6 это вот так вот 1 1 0 1 1 0 0 мне нужно всякие проигрышная позиция вы и теперь 7 7 записывается так 1 1 1 1 1 1 1 и 0 отлично заметьте я уже полностью разобрался с одной из 8 таблиц теперь идем сюда ребят эта ситуация 0 1 1 я сейчас буду следующую важную вещь когда у нас есть три кучки то естественно что их можно переставлять согласно поэтому я разумеется не буду выписывать вот если я уже написал 1 1 1 0 то я не буду писать 1 0 1 такого типа вещи поэтому эти вот вот эти две буквы мне неинтересны и вообще кстати вот эти симметричные буквы мне я только одну из не буду брать смотрите-ка что это такое тройка записывается как 1 1 двойка записывается как 1 0 пишем 1 1 двойка как 1 0 а в третьей кучке одна конфета значит я для тех кто первый раз все время появляются новички я еще раз объясняю десятичная система это вот так двоичная система это вот так я сейчас написал вот ситуацию соответствующую этой группе 1 1 1 1 0 и 1 нормально теперь ситуация соответствующая вот этому это будет 5 4 5 вы помните как пишется 4 пишется вот так и в третьей кучке единицы отлично симметричный результат и под это займите это 7 и 6 замечательно 7 пишется вот так вот шестерка пишется так и в третьей кучке единицы заметьте я уже и вторую таблицу полностью отработал теперь иду сюда надо разобраться с этим обратите внимание здесь 2 поэтому этим мне неинтересно так здесь что у меня 3 3 2 1 3 2 1 интересно было у меня где-нибудь я не вижу именно 3 3 2 2 2 1 поверьте тут вот еще есть несколько но число которое меньше вот этого он уже встречалось ранее поэтому этим меня интересны а мне интересны вот эти на самом деле, вот это. Это 6, 4, 2. Отлично. 6, 4 в двоичной пишется вот так. А двойка в двоичной пишется так. Отлично. 6, 4, 2. Теперь 7, 5, 2. Семерка пишется в двоичной системе вот так. Вот. Пятерка пишется как 1, 0, 1. А двойка пишется 1, 0. Пребята, мы эту таблицу тоже с вами полностью, полностью, полностью взяли. Иду дальше. Это таблица. Обратите внимание. Ситуация, когда есть меньше трех, мне неинтересно. Так, даже 3, 3, 0, да, вот это все неинтересно. Мне интересно эти поля. Причем по симметрии на самом деле мне интересно вот эти два поля. это 6, 5, 3. 6 это очень легко. 5 это вот так. И 3 это так. 6, 5, 3. И 7, 4, 3. 7 это 3 единицы. 4 это единица с двумя нулями. 3 это 1, 1. Все. Слушайте, я очень быстро иду. Я очень быстро иду. А больше нечего разбирать. Все остается. Есть разбирать. Не правда. Не правда. Давайте думать здесь. Ах да, да, да. Да, здесь нечего разбирать. А здесь тоже нечего разбирать? А они же остались всеми личными. Они абсолютно симметричны. Нет, все остались симметричны. ham proximity. то есть в смысле что здесь есть маленькие числа все время да а так чтобы все три числа были большими да не бывает да 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 слушайте слушайте так здорово я завершил работу даже раньше чем спорта ведь у меня даже суть и места может сформулировать простое правило которому удовлетворяют вот эти столбцы 101 1111 1111 здесь есть какое-то простое свойство В каждом столбце, да, не то, в каждом, да, молодец, это и есть решение сегодняшней задачи. Давайте, я как раз, вот здесь вот осталось место, я запишу это правило. В каждом столбце, в каждом столбике чётное число чего? Чётное число единиц. Если вы были чуть-чуть постарше, я бы это доказал строго, но, в общем, для вашего возраста абсолютно достаточно того, что вы сейчас сделали. При одном столбике. Если вы мне расскажете, как можно играть в игру ним, когда количество не маленькое, а когда много кучек, и, соответственно, когда у нас, что значит, большие числа. Значит, давайте сделаем так. Выходите. Выходите, выходите. Выходите, да, за первым, так за первым. Быстрее. Вот. Давайте сделаем так. Я сейчас буду, ну, сначала парни, посекраю я, потом уже вы сами. Буду у вас выигрывать. Причём, я буду честно вам объяснять, как, каким способом я это делаю. Заговорились? Заговорились? Отлично. Значит, давайте. Пусть будет четыре кучки. Называйте количество конфет, ну, только уж не миллионы. Так, в пределах, да, двадцатых. Ладно? Давайте. Говорите, первое число. Говори, говори. Шесть. Шесть. Вам нужно ещё назвать три числа. Шесть. Один. Дальше. Семь. Семь. Так, семь. И последнее. И два. Так, вы кто у нас? Первый или второй? Вы у нас второй. Господа, я сейчас произведу, разведу. Я сделаю следующее. Число шесть напишу в двоичной системе. Это четыре вольта, то есть один один. Число один напишу в двоичной системе. Число семь напишу в двоичной системе. И число два напишу в двоичной системе. Ура! Смотрите, что произошло. Он сам называл количество конфет в кучках, но при этом есть столбец, в котором нечетное количество. Согласны? Замечательно. Так вот, я за первого игрока сейчас делаю такой ход. Я добиваюсь, чтобы во всех столбцах стало четное количество. В данном случае это означает, я убираю вот это и становится везде четное. То есть я убираю целиком вот эту кучку. Ваш ход. Так, вы убрали единичку. Смотрите, что при этом получилось. 1, 1, 0 и 1, 1, 1. Правильно? Ну, замечательно, я эту единичку убираю, то есть, проще говоря, делаю ситуацию 6, 6, и вы уже понимаете, что вы играли. Правда? Ну, это вы все не видите. Если равные, две кучки одинаковые. Что? Три штуки? Так и я три штуки, только есть другой. Три штуки, и я три. Да, спасибо, все правильно. Так, давайте, уходите. Правила повторить. Имеется несколько кучек конфет. Потрясающая штука. Два часа двадцать минут работы. Скажите правила следующей игры. Потрясающий. Значит, называйте количество... Два, шесть, восемь. Два, шесть, восемь и... Два, шесть, восемь и десять. Давайте рисуем. Здесь два, восемь, десять. Так, отлично. Ну что, я тут должен писать. Двойка записывается в двоичной системе вот там. Шесть записывается там. Два, восемь, это единичка с тремя рулями. Десять, это единица, ноль, единица, ноль. То есть восемь плюс два. Смотрите, четное количество. Нечетное количество. Нечетное количество единиц, нечетное количество единиц. Значит, я сейчас должен сделать ход, добившись, чтобы во всех столбцах было бы нечетное количество единиц. Это можно сделать, убрав просто вот это. Смотрите, я убираю вот это число и во всех столбцах становится... убираю шестерку целиком. Два шпотки. Целиком, а шпотку, да? А я целиком... Нет, я десятку не целиком. Я десятку доведу до ситуации, когда останутся две конфеты. Поняли? Поняли, все, спасибо. Спасибо. Значит, ребята, давайте так. Давайте так. Смотрите. На самом деле, не нужно, чтобы вы были, чтобы вы пришли, не оставшись там в семь. Садитесь, пожалуйста, все. Оставшиеся семь минут заниматься тем, что еще несколько раз с вами сыграть. Но ситуация не такая. Давайте лучше договоримся там. Значит, что называется домашнее задание. Научиться. Обыгрывать. Папу, маму. Бабушку, дедушку. А также всех своих товарищей, да? Вот. Что для этого нужно. Для этого, если вы собираетесь, чтобы они не понимали, почему вы так умные, для этого надо вот это вот вычисление, вот это вот вычисление делать где-нибудь у себя на бумажке отдельно, понятно, да? Не показывая им, а им говорить, что я такой умный, что могу при любом количестве конфет догадаться, какой делать единственный умный, правильный ход. Ну, а если уж ситуация проигрышная, кстати, если ситуация проигрышная, они не знают эту стратегию, то есть достаточно много конфет, наверняка они ошибутся, сделают, понимаете? Там же, когда, там же обычно мало ходов начинается правильным, поэтому все равно не надо бояться, возможно, что они ошибутся, а как только они ошибутся, значит, и так, повторяю правило. Сколько бы ни было кучек, вы должны написать количество конфет в каждой из этих кучек, в двоичной системе, потом посмотреть по разрядам, разряд единиц, разряд двоих, разряд четверок, восьмерок и так далее. И после этого, если во всех разрядах четное количество единиц, значит, ситуация проигрышная. Если есть хоть один разряд, где нечетное количество единиц, значит, можно найти выигрывающий ход, и этот самый выигрывающий ход выглядит следующим образом. Надо, чтобы после вашего хода во всех столбцах было бы четное количество единиц. Так, ну, а теперь вопрос, что же такое обещанная игра с зянь шинцей? Это игра с похожим, но все-таки существенно отличающимися правилами. Количество кучек в цель шинцей не может быть больше. правила игры такие. Играют два человека. Перед ними две кучки конфет. Перед ними две кучки конфет. Они имеют право... Это поганая школьная привычка. Экономить секундочку. Тратить годы шинцей. Вы пытались сэкономить одну минуту. Пытались обмануть, добежать, я там доставал, да, на одну минуту раньше, чем товарищи. Реально вы при этом теряли понимание всего. Чехол. Очень плохая привычка, потому что если вам действительно хочется отсюда быстро-быстро убежать, не надо было вообще приходить. Понимаете, честность, она обычно важнее. Итак, повторяю правила. Две кучки конфет. Две кучки конфет можно взять сколько хочешь из одной кучки, можно даже целиком взять. Или сколько хочешь из второй. Внимание. Или поровну из обеих кучек. И поровну из обеих кучек. Спасибо. Вот я сейчас нарисую картинку. Но тогда получается, что если равное количество обоих кучков, то первый всегда... То первый выиграет за один ход. Это правда. Но ведь не обязательно их равное. Ребята, я сейчас нарисую доску опять 8 на 8, да? Хотя для того, чтобы действительно получить ответ задачи цэн-шэн-зэн, надо было бы, конечно, гораздо большего размера. И вас прошу то же самое быстро сделать. Значит, итак, числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, по-настоящему проанализировать эту игру мы не успеем. Но! Повторяю, какие правила. Можно сколько хочешь из первой кучки. Это значит, можно идти налево. Можно сколько хочешь из второй кучки. Это значит, можно идти сюда. И внимание. Можно поровну из обеих кучек. Это значит, можно идти вот так вот, да? Влево-вниз по диагонали. Господа, если ситуация 0, 0, это ситуация выигрышная или проигрышная? Это ситуация очевидно проигрышная. Потому что если у вас ситуация 0, 0, это значит, что только что ваш противник выиграл и говорит вам, ну что, продолжим? Хотя вы уже эти книги проиграли. Так, сейчас догадайтесь, какие буквы будут вот здесь. В. А здесь? В. Замечательно. Быстро пишем. По вертикали В, потому что можно за один год просто целиком вторую кучку уничтожить. По горизонтали В, потому что здесь можно за один год первую кучку уничтожить. Отлично. И по диагонали. И по диагонали тоже что? В. В. В, 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 В. В, 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 В. Отлично. Покажите мне теперь, куда писать букву В. Б, Б, простите, букву П. Быстрее. Да. Конечно. Молодец. Сюда надо написать буквы П. Так. И значит, куда писать В? А еще? А еще? Во всей вертикали. Так, ребята, надеюсь, все уже поняли принцип. Пожалуйста, быстро в тетрадях это делайте. Да, да, я пишу правильно. По горизонтали можно сюда попасть, поэтому здесь везде В. И здесь по горизонтали можно попасть, поэтому здесь везде В. И по диагонали. И по диагонали. Совершенно верно. Здесь по вертикали можно сюда попасть, поэтому В. Так. Дальше. Да, и теперь диагонали, потому что с них можно попасть сюда или сюда. Отлично. Здесь ВВВ, и здесь что? ВВВ. Очень хорошо. Покажите следующую букву П. Не на верно, а точно. Потому что с этой позиции можно попасть только на букву В. Значит, здесь, конечно, я должен писать букву П. Так, покажите теперь, благодаря этим буквам П, куда надо писать В. Так, сюда я здесь за диагональ. Потому что можно сказать, да. Сюда. 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 Все? Нет, еще не все. Еще есть два. Спасибо, садитесь, все сделаю. Значит, господа, оказывается, что у игры сянь-ши ци. Есть тоже красивое, простое, замечательное правило, как играть. Оно не связано с двоичной системой счисления. Честно говоря, оно связано с фибоначиевой системой счисления.